Мрачный, не сгоревший, многоквартирный, заброшенный дом, прикрытый зелёной сеткой, молчаливо стоял на своём месте. Сгоревшие реи свисали в уничтоженную стихию и бездну. Местный житель решил зайти внутрь и обнаружил там человеческие части тела. Руки внутренности были разбросаны по разным частям. Как потом установят, это были останки местного рабочего Василия Хмелёва. Маленький городок был в ужасе от случившегося. Все были уверены, что завёлся маньяк. Первоначальные поиски не дали никаких результатов. Прошло пару дней, и вот в кустах, недалеко от пристани, находят тело новой жертвы. На этот раз это была двадцатилетняя девушка Мария Гавурова. Паника среди местных жителей была настолько высокой, что в поисках маньяка устраивали патрулирование на автомобилях, в то время, как многие другие просто боялись выйти из дома. А тем временем, монстры готовили новое нападение. И вот, уже сразу четверых одним махом монстр делает свои пищи. И после этой кровавой расправы, убийства прекратились так же неожиданно, как и начались. Немногочисленные свидетели по-разному описывали это существо, но общие черты в виде волкоподобного человека встречались у всех. До сих пор маленький городок на Волге с ужасом ждёт каждый следующий день, ведь никто не знает, заснул ли монстр ненадолго или исчез навсегда. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ